Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протеста в Белоруссии. Ребят, я тоже когда прочитал это, чуть в осадок не выпал. А что, есть такая статья в Трудовом кодексе? Можно номер ее узнать, сообщите кто-нибудь. Вы, например, господин мэр Ялты. Ну а теперь к подробностям. Речь идет о Михаиле Загорцеве, который еще в августе, незадолго до своего назначения на должность зама им грунта, это как раз градоначальник, записал открытое видеообращение. В нем будущий чиновник призвал россиян не вмешиваться в дела соседней страны и поддержал протестующих. Также Загорцев обратился к белорусским чиновникам и полицейским, предложив перейти на сторону народа. Вот сейчас эта запись всплыла. Человека уволили. Попытаюсь процитировать ялтинского пахана. Такие заявления несовместимы с должностью моего заместителя. Вот это поворот. Значит, предложить властям занять сторону для народа, а народа для месье Ингрунта немыслимо. А в чьих интересах этот человек там вообще сейчас работает? И второе. Действительно, очень хочу, чтобы мне объяснили, под какую статью ТК попадает данное нарушение. Человек просто высказал свое мнение. К тому же в отношении происходящего где-то там. У нас законы-то на России еще остались какие-то. Они работают. Начинаем. Ну а Владимира Путина, оказывается, выдвинули на Нобелевскую премию. Признаюсь честно. Как только я об этом услышал, я даже слегка напрягся. Почему? Ну потому что, когда в последний раз главе нашего государства присуждали данную премию, то ее, как потом выяснилось, дали-то за что. Правильно. За то, чего не удалось сделать немцам и американцам. Затем именно. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Вот поэтому я и напрягся сперва, но потом решил, что, наверное, все-таки нужно изучить вопрос, кто выдвинул, в какой номинации полдня убил на это, а в итоге... А в итоге, господа, оказалось, что он... Вот такие новости обычно говорят фейк. Никто Владимир Владимировича никуда не выдвигал. Просто один господин. Воспринимающий мир в несколько иных красках, нежели мы с вами. Господин по фамилии Комков, он считает себя писателем. Накропал письмо в Нобелевский комитет, мол, давайте наградим премией. Верховного правителя всея Руси. У Комкова нет на это полномочий. И вообще такое письмо любой сумасшедший в комитет может отправить. Присудите Нобелевку моему соседу, например. Означает ли это, что вашего соседа кто-то куда-то выдвигал? Да нет. Но в данном случае для российских пропагандистов и кремлевских политтехнологов писулька Комкова это повод... Ну, во-первых, повод навешать Ване лапши на уши в очередной раз, дабы он возгордился. А наш-то! Наш вы посмотрите! И чё они там про санкции постоянно лопочут? Может за одной рейтинг, как бы говоря, вырастет, а еще? Во-вторых, это нехилая возможность заложить бомбу замедленного действия, которая сдетонирует в нужный момент. Каким образом? Ну, очевидно, раз Великого кормчего. На премию никто не выдвигал, то и в номинантах его не будет. Зато прикиньте, сколько гадостей по этому поводу. Можно будет вылить через Киселька, Соловья и Скобеевых на Гейропу. Я прям слышу их голоса уже в голове. А-а-а! Русофобы! Ну и дальше все в привычном для нас контексте. Они уже совсем перестали стесняться. Они просто врут, они делают это в наглую. Ну, давайте хотя бы ту же историю с новичком вспомним. Мы неоднократно заявляли, ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось. А разговор о том, что в России есть запасы новичка, глава внешней разведки назвал дезинформацией. Все запасы этого вещества в нашей стране уничтожены в соответствии с протоколами ОЗОХОЗа. Был новичок и нет новичка. Историю с этой отравой всего за месяц умудрились переврать РАД-100. А пофеозом стало вот это выступление Захаровой. Слушайте, ну когда брешут уже официальные лица, я вам скажу одно – это набат. Пропагандисты все-таки никто, они никаких постов не занимают. А вот госпожа Захарова в данном случае – официальный представитель МИД нашей страны. Это лицо России во всем мире, поэтому… Ну это приговор, господа. Я бы жестче сказал, если бы был не в эфире, а это реальная журналистика. Хотел бы дать вам больше позитива, но поехали! Из личного, но об этом нужно рассказывать, потому что меня данная история конкретно покоробила. Короче, жена моя проходила самую обычную диспансеризацию, она каждый год это делает, пришла на флюорографию. Сделала снимок, после чего врачи ей сообщили – ой, у вас тут какие-то затемнения в легких, подозрения на коронавирус. Та испугалась, естественно побежала сдавать анализы, а анализы, друзья, удовольствие не дешевое, мазок – две с половиной тысячи. Но одного мазка мало, желательно еще компьютерный томограф пройти – это еще девять тыр. Заплатили, куда деваться, доктора сообщили, в конце концов, у вас все нормально, мы ошиблись. Жена, конечно, обрадовалась, а я вот снова задумался – это ж какой клондайк для нечистых на руку дельцов в белых халатах образовался? Объявляй каждому второму о подозрении на корону, и человек полетел сдавать эти платные анализы, успевай только направление выписывать. Смекай Шарапов? Ну, конечно же. Продукты прямо с базы, с магазина, они… Ты представляешь, сколько товаров можно пропустить через вагон ресторана? Это же клондайк, Эльдорадо. Разумеется, все сказанное, отсказанное выше, мои догадки не более, но мы с вами в России живем и прекрасно знаем, как тут и что устроено. К сожалению, ближний у нас всегда готов обобрать соседа, оказавшегося в непростой ситуации. С другой стороны, я, вы знаете, до сих пор не понимаю, почему коронавирус все еще не внесли в перечень социально значимых заболеваний, как онкологию или там сахарный диабет. Что это значит? А это когда все функции по лечению данного недуга, в нашем случае коронавируса, берет на себя государство. Тут нет ничего удивительного, я к вам. Ватники сейчас обращаюсь, нам говорят о пандемии, а значит речь идет о национальных интересах, о выживании целой нации, о сохранении нации это ли, незадача государства, чиновника. Да все проекты должны быть сейчас по боку, тем более о второй волне заговорили, а что у нас? А у нас Сбербанк ребрендинг проводит за 300 миллионов долларов, а может и дороже выйдет. П, приоритеты. Вообще, конечно, то, что творится в течение всего 20-го года вокруг Сбербанка, это такая афера, друзья. Ватники отчего-то радуются переменам, вот только вы бы поменьше слушали восторженные вопли халуев из ящика, потому что подобного китка даже в 90-е нельзя было себе представить. Итак, смотрите, что сделали Грефса, товарищи. Полгода назад, в разгар пандемии, ребятишки продают Сбербанк государству за 2 с лишним триллиона, в смысле контрольный пакет продают, что происходит затем, то есть сегодня. Нам говорят ребрендинг, однако по сути это никакой не ребрендинг, они создают на базе банка совершенно новое предприятие, более широкого спектра направленности, за наши, кстати, за государственные деньги, взамен требуют кратно увеличить число своих пакетов акций, которые на руках участников у топ-менеджеров. За счет чего? Правильно, за счет госпакета. То есть государство контрольный пакет акций при таком раскладе может потерять. Дальше, дальше у них в планах третья часть Морализонского балета, слияние с некой частной компанией, поговаривают об МТС, но это пока только разговоры. Короче, неважно с какой, но с частной компанией и те, с кем Греф сольется, тоже войдут в состав акционеров. Что случится в конце концов? Именно. Произойдет окончательное размывание пакета государства, то есть Сбер снова станет частной лавочкой, а государство, то есть мы с вами, вложив целую кучу денег в данный проект, останется ни с чем. Вуаля! Сбербанк всегда рядом. Это наш слоган, наша философия, наше предназначение на протяжении многих-многих лет. Не поняли? Ну давайте объясню совсем просто. Вот представь, у нас с тобой есть какая-то общая вещь, ноутбук, который мы купили в складчину, но ноутбук этот все время находится у меня, пользуюсь им в основном я, тебе это, разумеется, не нравится, и тут я тебе предлагаю, хорошо, выкупай мою долю, ноут твой, ты отдаешь мне деньги. Однако, юз от компьютера по-прежнему продолжаю я, типа завтра завезу, потерпи, но однажды снова прихожу к тебе с предложением, ты знаешь, а комп ты ведь слабенький, простенький, давай я его усовершенствую, пару плат новых вставлю, видеокарту модную, опять беру у тебя деньги, ну коль скоро. Теперь это получился новый компьютер, и меня, пожалуйста, включи в состав совладельцев, и вот ноут снова общий. Ну и на этом еще все не закончилось, я снова прихожу к тебе и предлагаю установить в этот бук хорошее программное обеспечение, тем более программист есть на примете классный, оплачиваем только сами программы, программисту платить не будем, третьим совладельцем возьмем, ну сейчас дошло, в конце концов ты вложил в этот ноут целую кучу денег, причем поимел я с тебя несколько раз, а прав у тебя на этот наш компьютер осталось вот столько, я тебя поимел. То же самое сейчас происходит со Сбером, впрочем, подробнее об этом предлагаю поговорить в следующем выпуске, а на сегодня пора закругляться, переваривайте, и это была реальная журналистика, подписывайтесь на канал. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока!